Подзаголовок «Еврейская альтернатива». Чтобы избежать ловушек демократической дипломатии израильскому премьер-министру, но давайте теперь говорить еврейскому государственному деятелю или будущему президенту, придется подчеркивать единственную причину существования Израиля как еврейского государства. Это возвращает нас к главной теме книги. Еврейский государственный деятель должен будет показать, что в Израиле базисные принципы демократии, свобода и равенства вытекают из концепции Торы о сотворении человека по образу Бога. Ему предстоит повсеместно разъяснять, что неограниченная свобода и неразборчивое равенство современной демократии могут почерпнуть этические и рациональные рамки только из этой концепции. Но это означает, что ему придется приспособить демократию к иудаизму, а не иудаизм к демократии. Демократия, как бы важна она ни была, не будет высшим принципом истинно еврейского государства. Как ни странно, Нитаниягу неосознанно приблизился к этой позиции, заявив, «Я прежде всего еврей, а затем израильтянин. Израиль – это государство евреев, а не государство его граждан». Конец цитаты. Если бы Израиль был просто государством его граждан, он был бы обычной плюралистической демократией. Любой израильтянин, независимо от религиозной или этнической принадлежности, мог бы тогда стать, и по закону может стать, президентом или премьер-министром Израиля. Но как это возможно, если Израиль предполагается как еврейское государство? Очевидно, имеется коренное противоречие между еврейским государством и демократическим. До тех пор, пока израильское политическое руководство не перестанет преклоняться перед демократией, оно будет все с большей легкостью попадать в ловушки демократической дипломатии. Позвольте предложить способ, при помощи которого будущий президент Израиля сможет избежать их и служить делу своей страны, демократии и всему человечеству. Продолжение следует... Продолжение следует...